Вот вы его слушаете. Ты знаешь, я не могу не сказать и об артистах, которые, во-первых, поддерживали постоянно Путина в его нападках на нашу страну, но которые сейчас, они как бы готовили это все своим творчеством, фактически своей поддержкой. И сейчас они тоже проявляют себя в полной красе. И Газманов, и Басков, Смарченко там в Москве, и Киркоров тот же, и еще их там не с числа. Ну, чистые пидорасы какие. Боже мой, что им Украина сделала плохого? Скажи, как она их принимала всегда? Как мы их любили? Нет, я думаю, это обычная трусость. И я разговаривал с Максимом Галкиным, который один из первых высказал свою позицию. Да, я его набрал, говорю, Макс, он говорит, ну, пару дней назад. И он говорит, ты не представляешь, я там смотрел какие-то программы, где типа зрители, да, типа зрители, сдающие, возмущенные зрители в Аркангельске, сдают билеты, говорят, если ему нравится, там, Бендеровцы посидят. Ну, та же схема, что была со мной. Плюнул в лицо России, бегал к Эрнсту, к Суркову и рассказывал. Сердючка плюнула в лицо России, там что-то. А что мы говорим? Где сердючка, где вы, да? Это просто в то время не было интернетом. Это их счастье просто. Просто, конечно, я бы вышел в эфир, бы это все сказал. Тогда мне просто так закрыли рот. Ты не понимаешь, сколько я теряю унижение, когда они говорят. Вот, она тут деньги зарабатывала. Блядь, нас приглашают, мы едем. Это же не мы напрашиваемся. Так приглашайте вашего Данка, или кого там, кто там у них там. Поэтому не приглашают наших артистов, потому что это моднее, это интереснее, это просто веселее. Значит, нету ваших. Я там переживаю за своих двойников, которые там на мне зарабатывали. Сейчас им там гоплык, понимаешь? Да, конечно, слышат там, о чем я говорю. Естественно, там такая нена. Сейчас, кстати, один такой, я сегодня, мне это пришло в голову, сейчас тебе скажу. Сегодня вышел, как его зовут этот дурачок этот, который написал, что я выступаю? Ну, ладно. Короче, такая информация, что Сердючка не такая же простая, типа. Она сейчас, пока там, значит, ведут события, выступает на Рублевке за 80 тысяч. Ты же такой больным. А люди же верят. Ну, конечно. А этих двойников, так даже, когда Стерненко, да, там, при разном моем отношении к нему, да, и надо дать ему должное, конечно, он там, ой, дивиниться, Сердючка в Сочи выступает, а ты проверь информацию, это же двойник. И ему там люди пишут, ну, и так, ну, надеюсь, что Андрей Данилко не будет. Ну, так, надо поизвиняться, да, ну, что ты так? Проверяй информацию, Стерненко. Ну, короче, я вот сегодня, Дим, так сумбурно это говорю, но... Хорошо говоришь. Ты знаешь, что-то собираюсь и думаю, блин, пару месяцев назад, вот я тебе говорю, я сейчас только понял, что происходило, Дим. Пару месяцев назад были съемки этой маски, а я жил в гостинице Интерконгентаря, чтобы не жить дома, ну, так, переключиться. И я думаю, почему такая какая-то звонки разных каналов российских? Вот, типа, Андрей, давайте мы вас вернем на телешоу, вернем в Россию. Скажем, вы что, с больной головой, блядь, проснулись? Куда вернуть? А я что-то уезжал куда-то, я себе живу в Украине. Куда вы не собрались возвращать? Ну, вот, сделать вот такую программу, чтобы это НТВ, потом первый канал, куда вы пропали, слышишь? Я думаю, что это какой-то интерес такой какой-то, да, повышенный. Такие вот, мы хотим такие долгоиграющие, значит, проекты. Потом пишут, они же, как всегда, значит, таким московским, с верхнего, так, знаешь, как они любят, типа, Андрей, мы будем звонить, вот, там, вот столько-то, будет с вами говорить вот то-то, подтвердите, что вы готовы. Ну, я пишу, всегда готов. Ну, попрошу серьезней. Хотелось написать, пошел ты нахуй сразу, знаешь? Просто, иди ты нахуй, блядь, слушай. И он там что-то трал. Я говорю, ну, так, я же человек очень такой мирный, деликатный. Говорю, ну, пусть, ладно уже, пусть в 14, там, 15 будет звонить их босс. Я пошел там, заказал себе кофе, там, выпил кофе, смотрю, уже 14.20. Звонят. Я скриншот высылаю, 14.15. Не позвонили, все, я уже занят, до свидания. И вот это, мне кажется, была какая-то обработка, может, они сами не знали, может, их накручивали. Давайте, сердечко любят в России, давайте, чтобы он там был на каналах, чтобы вот тут мы, типа, та-та-та-та. Вот какая-то игра, ты понимаешь, о чем я говорю, да? Да, да, конечно. Чтобы потом, когда это случится, вот, я был без выходной ситуации, да? И я говорю, нет, говорю, я вообще не собираюсь, я туда не ездил. Уже 100 лет, наверное, там, последний раз, может, были там, в 16 или 17 году, на самом деле. Когда мы с тобой давали, ты брал у меня интервью. Потом, если мы ездили, то люди, чтобы нас не подставлять в каких-то моментах, они праздновали, там, или в Швейцарии, там, или, в основном, в Турции, да? И мы в Москву не ездили. Вот мы вообще не ездили туда. И я замечал, уже в аэропорту надо мной как-то так, шапку сними, вот таким, знаешь, там, в очередь встань. Ну, специально, как будто унижали. И, тем более, туда добираться, не знаю, откуда сел у Софии Ротару, чтобы вообще приехать туда, я поражаюсь просто. Я когда увидел, что она там выступает, я думаю, боже, это ж, как она туда летела? Ну, понятно, что она, если бы понимал, что такое произойдет, она в жизни туда не полетела. Но, вот, они обкручивали меня около двух месяцев. И потом приходят смс, когда я уже их послал, типа, они пишут, хорошо, назовите сумму, за сколько вы готовы переехать? Я говорю, сколько вам заплатить, чтобы мне больше не звонили? Вот они больные, ты понимаешь? Они думают, что это можно откупить. Скажи, пожалуйста, это правда, что Алла Борисовна с Максимом покинули Россию? Я не знаю, он мне ничего не говорил, может такое быть, но он мне сказал, аж реально, ну, такое давление. И звонки, и угрозы, снимают концерты. Я их понимаю, у них дети, понятно. Ты видишь, нет программ уже Урганта, Малахова. Так, а ты почитай, что пишут. Вот, наконец-то, вот нету, будут новые таланты. Эти жидовские морды. Я думаю, о-о-о-о. Ну, все понятно. Они же тут тебя любят, через секунду они ненавидят. Ну, я на себе-то. Я же говорю, я на себе, и это все прошло. Я сидел, я не мог понять, что происходит. Люди, которые мне жали руку, отворачивались. И там, ну, пару человек, буквально. Или там, я приезжаю на славянский базар тогда, но в 2007 году, я просто помню, этих артистов, которые, которые, я к ним хорошо, и они ко мне хорошо относились. Ну, как-то так, с опаской, баба я приехал, знаешь. И так, Игорь Николаевич, ну, в ремёрку заходил, и там, ну, скажи, ты пел или не пел? Больные люди какие. Я говорю, Игорь, ну, зачем мне? А сейчас я могу с уверенно сказать, ребята, вы дождали. Ну, вы же хотели это, вот вы получите. Ну, я тебе скажу, я всё равно, что бы там ни говорили, это конец. Я вижу на этих, опять же, я даже не хочу это сказать словом, солдаты. Вот эти там подростки, дети, я не знаю, мясо, как хотите, но только не солдаты. Перепуганы какие-то люди. И я смотрю, у них, понимаешь, у них нету никакой мотивации. Для чего? Вот мне хотелось задать вопрос. Ну, Владимир Путин, ну, для чего? Вот зачем надо бомбить Харьков? Цель какая? Мариуполь. Бендеровский город, самый Бендеровский город. Слышишь? Какая цель этого всего? И Владимир Владимирович, как вы спите, блядь? Ну, как вы спите, зная, что такое происходит? Я не знаю. Вообще никакой логике это не поддаётся. И я смотрю, как, вот это, что это было, когда он там, дядька этот заикался, бедный. Нарышкин. Нарышкин. Ну, фамилия Нарышкин. Посмотри. Он их кровью ввязал, Андрюш. Он их кровью ввязал. Нет, это всё было понятно. Так это, он просто реально издевался, сидел просто издевался. Ты знаешь, я тебе скажу, у меня никогда он не вызывал страх. Я не знаю, почему. Вот никогда. Вот я никогда, у меня не было какого-то момента. А я видел, как они просто... Ты смотришь, когда я рассказывал эту историю, когда я пальцем ему показал. Путину, да-да-да. Путину. Я, наверное, последний, кто ему это показал. Сейчас бы я ему другое показал. Вот, что ты получаешь, а не Украину. Но я помню, когда они как будто присели, и звучали только крымские сверчки. И все смотрели, как меня сейчас будут убивать, или я не знаю, я не знаю. Вообще мне не было страшно. Мне было смешно, но не страшно. Потому что... Вот я где-то тоже говорил... Чуковский корней, да, Чуковский? Это сказка детская, стих Таркадища, да? Ну, про путь наш. Ну, почитай. Ну, вот, ребята, я уже где-то говорил в интервью, вот, перечитайте, ну, просто пробуйте. Что вы его боитесь? Как ты думаешь, чем все закончится? Закончится... Ну, мое ощущение. Вот, абсолютно настолько это так похоже на всю эту историю с Германией, да? И как людям потом будет стыдно, и... Они же просто неплохие. Да, конечно. Когда они это поймут. Доказывать вообще никому. Я не жду никаких, там, вот этих смс-ок. Вот, Андрей, как вы там? Все. Спасибо, нормально. Норм. Держимся. Наверное, есть там пару человек, которые мне написали, там, в самом начале, да? Потом там их блокируют, я не знаю. Я тоже не хочу их подставлять. Они им боятся. Конечно, конечно. Но я вижу, вот, финал, вот, если я же говорю, если он так хочет быть похожим на Гитлера, Путин, да? Я говорю, ну, вот, иди себя как Гитлер, да? Пойди, блядь, в бункер и застрелись. Все. Вот это будет хорошая точка. Ты в истории, ты в книжке, в этих, в учебниках. Ты мечтал, вот так, вот, 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 как-то мне так бы хотелось бы, чтобы это все-таки случилось. Для него бы это было хорошо. Когда Ходорковский сказал, что у Путина нету, как сказал он, нету какого-то благоприятного сценария, там, или как он так сказал. А я говорю, нет, есть, вот это самый лучший для него, не суд, не суд, а для него, мне кажется, лучше застрелиться. Для него самого. Это будет очень, ну, как бы, знаешь, как вот фильм «Стравба», ты же любишь этот фильм, да? Да. Это неправда, там, да, там, вот, вот эта сцена, когда Серебряников зашел к Власовцу и оставил ему пистолет, и тот застрелился. Серебряков, да, Серебряков. Ты же, Ковна. Да. Андрюш, скажи, по ощущениям, Украина выстоит? Украина выстоит. Украина выстоит, ну, почему я тебе сказал, у солдат, которые российской армии, там, или как, там, оккупанты, да, у них нету ради чего. Они стреляют от страха. Они стреляют, потому что им приказали. Они стреляют, потому что боятся. Я им советую бежать, сдаваться в плен, русские солдаты, подростки эти, идите, у вас будет жизнь хотя бы. У наших есть мотивация защищать. Поэтому вот, вот есть вот это ощущение, я не умею не стрелять, я плохо там вижу, да. Но, не дай бог, такая ситуация вообще, я даже не задумываюсь. Потому что я знаю, что это не какие-то разборки, это мы защищаем свою территорию, свой дом. Моменты думать о том, что выступать, гастроли. Блядь, о чем ты говоришь? Какие гастроли? Плевать, хотел найти гастроли на все на свете. И когда я сцепился с твоим любимым Соловьевым, я же его назвал... Пидорас. Вот, не говори на пидораса, не употребляй это слово, это не пидорас. Кастрюля. Он кастрюля его назвал. Звенит, блядь, пустая кастрюля. И он там меня называл мразью, я мразь, как его называл сейчас, подонок, мразь, запретить въезд. Я очень так деликатно ему ответил, что купи таблетки от шизофрении, там 20 мэ, только не больше. И он на следующей передаче уже забыл, как меня зовут. Ну, это Верка Сер... Бездарная актриса, знаешь, такая бездарщина, провинциальная. Я слушаю, думаю, боже, как виляющая жопой такая. Я говорю, вот закончится эта вся история, вот мне хочется на него посмотреть. За что мне это все? Да, за что мне это все, он говорит, да? У меня там виллу забрали у него, да, или что-то там у него забрали? У него две виллы забрали в Италии, заблокировали его каналы по всему миру. Это еще ерунда, это еще ерунда. Он персонально, Андрюша, виноват в том, что он 8 лет оболванивал российское население и учил его ненависти к украинцам. Он виноват не меньше Путина. Послушай, так я же видел, я же помню, мы с ним знакомы, там как-то пересекались на какая-то была передача «Принцем домино». Я его знать не знаю, ну, видел какое-то жирное какое-то уебище, да. Стоит Геля, я, ну, мы же никому не лезем, никому, да, и оно такое виляющее. Вот он вилял, мы стоим с Геля, никого не трогаем. Участвуем в «Принцем домино», какой-то там 2001-2003 год. И вот то какое-то...